МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Провести газ, модернизировать очистные. С какими вопросами жители республики обращаются к главе Чувашии? Серая занятость при беловой отделке. Какие нарушения выявил рейд по новостройкам столицы? Произведения классические, персонажи новые. На сцене Чувашского драм-театра Чеховская чайка в интерпретации Валерия Яковлева. Проложить газовые и водопроводные сети, построить очистные сооружения. С такими просьбами жители республики сегодня смогли обратиться к Михаилу Гнатьеву. Глава региона провел очередной прием граждан по личным вопросам. С подробностями Дмитрий Ковалев. Станция по очистке источных вод в селе Янтиково давно исчерпала свои ресурсы, говорят местные жители. Станция с 1985 года построена. И по лабораторным исследованиям свою функцию, то, что она должна, она как бы не справляется. Перегородки прогнили, бетонные плиты перекрытия имеют невосполнимые трещины. Проект реконструкции станции дорогостоящий. Средства на это надо искать в рамках федеральной программы. Один из лучших вариантов. В конце 2020 года можем ввести эксплуатацию. Очистные надо построить и ввести. Это по федеральной программе оздоровления Волги. Мы должны 13 очистных построить в Ядрине. Тоже толком не работает. Малинский посадок, Козловка, которые там и в городе Чебоксары. Жители села Янгильдина Чебоксарского района просят подвезти водопроводные сети к недавно построенным домам. Этот вопрос глава региона взял на контроль. Парадокс, но жители центрального района Чебоксар нуждаются в голубом топливе. В одном из частных секторов нет газового отвода. Улица Солнечная по городу нашему находится практически в центре города Чебоксары. Газа там нет. Люди топят электричеством. И, как это не смешно бы звучало, и сквозь слезы на дровах. Глава региона отметил, что проблема горожан должна решиться в следующем году. Деньги по инвестном банке Минстрой предусматривает на газификацию данную улицу. Я сейчас, с учетом того, что приемный президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путина зафиксирует соответствующее поручение дам, а сами жители готовы с трассы провести к своему дому. Да, да, все готовы. О финансовой помощи Союзу профессиональных писателей говорили Анатолий Кибеч и Лидия Филиппова. Михаил Игнатьев посоветовал подавать заявки на участие в грантовых конкурсах. На эти цели в бюджете закладываются многомиллионные суммы. В канун столетия Республики поддержка творческих инициатив выходит на первый план. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Из немецкого Штутгарта с золотом сегодня глава Республики встретился с чемпионом мира по спортивной гимнастике Владиславом Полишовым. Награду спортсмен завоевал в командном многоборье. Подробности далее. Красота, это темноте надо вообще сверкать. Тяжелая медаль, тяжелые наши посадили. Эта медаль дорогого стоит. Чемпионами мира российские гимнасты стали впервые. В прошлом году команде удалось завоевать только серебро. Глава региона признался, что и сам следил за выступлением ребят. Я смотрел прямо эфир, когда показывали потом повтор. Показали всеми миру, как нужно правильно мобилизовать ресурсы, физическую свою подготовленность, духовные свои силы и побеждать. В борьбе за золото чемпионата у команды не было права на ошибку. Ребятам дышали в спину китайские гимнасты. Исход победы решили считанные баллы. Первый снаряд, когда выходишь, сделал первый снаряд, все отпустило, и уже свою программу спокойно делаешь. Как начал, в принципе, так и пойдет. Ваш личный пример, Владислав, это показатель дальнейшего развития по данному виду спорта. У нас где-то 1580, занимающихся данным видом спорта. Чтобы готовить новую смену чемпионов, нужны хорошо оснащенные залы. Количество тренировок достаточно. Хватает. Сейчас и молодежь идет тренировать. А в том зале, в котором мы тренируемся, все равно его недостаточно. Глава региона отметил, что вопрос с переездом гимнастов в новый зал будет решен в ближайшее время. Уже уставшего чемпионом Владислава Полешова отдых продолжался недолго. Впереди сборы. Впереди у Владислава новые высоты. Сейчас гимнаст готовится к Кубку мира. Есть все шансы получить путевку и на Олимпийские игры. Сверять время чемпион пообещал по памятным часам. Подарок от главы региона. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Случайно снесли не тот дом. Ошибка подрядчика обернулась для жительницы Канаша неожиданным новосельем. Ломать не строить. Парадоксальная ситуация произошла в Канаше. В декабре 2018 года к дому номер 9А по улице Зеленая подъехала спецтехника и начала сносить дом, который не был признан аварийным. Женщина с несовершеннолетним ребенком и пожилыми родителями, которым принадлежало хозяйство, на тот момент находилась в отъезде. Но оказалось, что подрядчик перепутал адрес. И на самом деле по документам должны были сносить соседний дом. Именно он был признан аварийным и жильцов из него уже расселили. В судебную практику в России по-моему был один случай вот такой вот. И вот у нас второй произошел в городе Канаш. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Прокурорская проверка показала, что ее дом после всего произошедшего не пригоден для проживания. По решению суда ей вне очереди дали благоустроенное жилье в многоквартирном доме по улице машиностроителей. В связи с тем, что администрация города Канаш не в полном объеме проконтролировала действия подрядчика, который выполнял работы по сносу аварийных домов на территории города Канаш, в администрацию города было внесено представление, которое было рассмотрено, удовлетворено и виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас в Канаше 10 аварийных домов, жители которых ждут переселения. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Сотрудники администрации Калининского района столицы вместе с полицией стучались вчера вечером в квартиры жителей микрорайона Новый Город. Так проходил рейд по выявлению случаев неформальной занятости. Новый микрорайон, новые квартиры. Естественно, в них надо делать ремонт. Вот только вопрос, с чьей помощью? Можно заключить договор с фирмой, оказывающей такие услуги? Но чаще всего новоселы обращаются к так называемым частникам. Они работают неофициально и, разумеется, не платят налогов. Выявить их довольно сложно, ведь в случае чего можно представиться родственником или другом. Вы не работали? Да. Кто собственник в квартире? Нет, кто ушел. А куда ушел? По делам. А вы кем тут? Мы друзья. Просто друзья, да? Да. Как зовут собственника? Ибья. Фамилия? Фамилия, фамилия. Как у него фамилия? У друзей-то фамилию знаете, наверное, должны знать. Нет. Не помню. Не помню. Наверняка работаете по долгому с ним, да? А? Нет. Помогаем. Да? Подружки помогаем. По сути, это нарушение закона. Но вы ведь доказать такие факты трудно. Пока не отработан законодательный механизм. На этот раз проверили около 20 квартир. В 15 не открыли двери, в 3-х квартирах не показали договоры и только в 2-х ремонт делали по контракту. Вы тут получаете собственник или не собственник? Нет, рабочий. Вы по долгу работаете? Да. А долгу есть у вас работа? Есть акт в приемке. Да? Есть акт в приемке. Доктор на руках и заказчик. На тяжелом и по договору работаем. Это далеко не первый рейд, который провели сотрудники администрации района. Такие рейды у нас проводятся еженедельно. В третьем квартале на сегодняшний день у нас это уже девятый рейд по факту проведения ремонтных работ в квартирах. Проверили за этот период более 500 квартир. Выявили 44 факта где проводились ремонтные работы. Вывести серые сделки на чистую воду не так-то просто, но этим надо заниматься. Жильцы-новоселы должны понимать, что без договора трудно будет доказать, что ремонт сделан некачественно. Рискуют и сами рабочие. Если вдруг собственник квартиры откажется платить за уже проведенные работы, жаловаться тоже будет некому. Сразу четыре фельдшерско-акушерских пункта и один сельский клуб открылись в Канажском районе. О том, как меняется инфраструктура на селе Ирина Волкова. Извлечь музыку из ухвата. Творческий Ольга Петровна выражает себя на сцене аж с 1963 года. Все время мы выступали. Сами мы в пекарне работали. У нас тоже советую сейчас очень хорошее было. Мы в пекарне тут поставили спектакли и концерты. Все время ходили туда. Сельский клуб в деревне Маяк был всегда. Этот построили в 1994-м. Капитально здание отремонтировали этой осенью. Обновили крышу, покрасили стены и пол в рамках партийного проекта. Сперва в клубе у нас было как-то темно и фотографии постоянно выходили темные. А сейчас вообще светло, чисто, уютно. Сейчас с удовольствием все приходят ко мне на занятия, на кружки и дети, и взрослые все вместе мне помогают. В клубе занимаются пением и танцами, ставят спектакли, рукодельничают и объединяются по интересам. А еще это место, где организуют выставки с лучшими работами местных мастеров и мастериц. Я очень люблю заниматься рукоделием и так как работаю в детском саду, периодически мы участвуем в конкурсах со своими детьми. Вот это Дед Мороз и эта Снегурочка, мы участвовали с ними на конкурсе новогоднем, который проходил в Эткере, в Чебоксарах. Мы победили, заняли первое место, да, на уровне республики. В Маяке в один день открылся обновленный сельский клуб и новый фельдшерско-акушерский пункт. В этот же день в Канажском районе начали работу еще три новых мобильных ФАПа. В деревнях Верхняя Яндоба, Ажинара и здесь в Новое Урюмово. 22 из 54 ФАПов у нас обновлены. Это достойный показатель, это уровень оказания первичной медицинской помощи нашему населению. Население, которое проживает в данной деревне, в данном поселении, хочется поблагодарить за активную жизненную позицию. Профилактические осмотры и первичное лечение здесь будут получать более семи сотен жителей деревни. Новое здание оборудовано для приема взрослых, детей и беременных. Вот я родила уже первого ребенка 16 лет тому назад тоже в старый медпункт ходили, а сейчас новый медпункт второго ребенка ждем, тоже будем ходить и наблюдаться. Помощь оказываем медицинскую здесь, у себя, никуда не отправляем. Водопровод есть, канализации. Сухожаровой шкаф теперь у нас есть, не будем ездить в СРБ, здесь же будем. Прививки мы делаем, профилактические прививки, здесь все на месте делаем, никуда не отправляем. В стадии строительства в Новом Урюмово сейчас пристрой к школе. На 550 квадратных метрах разместятся спортивный зал и столовая. Их дожидаются 80 детей, которые сейчас учатся в школе. Здесь же расположен и детский сад, в который ходят 39 дошколят. В 2020 году по сравнению с 2019 годом на федеральном уровне деньги будут удвоены. На 2020 год объекты, инфраструктура в сельских поселениях будет проектировать уже министерство на следующий год 75 миллионов выделено. С районом мы эту работу проведем для того, чтобы появилась возможность осваивать большие деньги, участвовать в больших федеральных проектах. По программе комплексного развития сельских территорий до 2024 года в села по всей России планируют вложить более 2 триллионов рублей. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Из школьных кабинетов на стадион. Готовность к труду и обороне сегодня показали учащиеся 19-й столичной школы. В Спартаке они сдавали нормы ГТО, что выполнить сложнее, узнавал Рифат Фаткулин. Заветный золотой значок получить непросто. Старшеклассники бегут изо всех сил, соревнуясь не столько друг с другом, сколько с самим собой. С 100-метровкой 2 километра дисциплины обязательные в комплексе ГТО. Некоторые сходят с дистанции уже с 4-го круга, других же с пути не сбить. 15-летний Игнат Ермаков пробежал 2 километра и показал лучший результат 9 минут 17 секунд. Мне помогло дыхание и сила боли. И одноклассники, которые поддерживали. Кричали, беги, ты сможешь. Очень помогли. Отжимания, подтягивания, прыжки в длину и наклоны из положения стоя. Нехитрые вроде упражнения, но и вокруг них кипят спортивные страсти. Наряду с учащимися нормы ГТО сдают и педагоги. Василий Бекнев, учитель физкультуры с многолетним стажем, легко пробегает на золото. Говорит, закалка еще с детства осталась. Учителя должны показывать в общем-то пример. Если учитель поддерживает физическую форму, то он работоспособность свою повышает. Я считаю, что все должны в любом возрасте заниматься физкультурой. Удивлению учеников не было предела. Оказывается, взрослые тоже много умеют. Довольно странно. Все были в шоке, когда у нас побежали многие учителя. Мы даже об этом не знали. Разделения по гендерному признаку в ГТО нет, поэтому и мальчишки, и девчонки на равных участвовали во всех дисциплинах. Значок ГТО есть у всех, ведь он принесет будущим абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. В Чубаксарском районе прошел традиционный фитофестиваль. Из поколения в поколение жители здешних сел и деревень передают рецепты целебных сборов. Аромат душицы, мелисы, полыния, дом культуры села Кугиси на время стал народной здравницей. Поклонники фитолечения с интересом обсуждали новые рецепты травяных сборов, обменивались собственным опытом в их приготовлении. К примеру, немногие знают, что листья полезнее заваренных цветков, которые еще и заготовить надо уметь. Самый лучший месяц – июль. В это время надо собирать многие лекарственные растения – василек, ромашку, ноготки, крапиву и другие. Чай из мяты всегда успокаивает, дает нам спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. В негласном конкурсе чудодейственных трав участвуют 17 сельских поселений Тебоксарского района. Любой недуг можно вылечить без единой таблетки, уверенные целители из села Атлашево. Например, настой из корней осеннего дуванчика полезно пить при болезнях печени. Чувашь здесь женщине это считается. От всех хворей, от всех болезней он помогает. Здесь получилось, в Чуваши, в нашей, в Чебоксарском районе собрали мед в деревне, медки травы. Около 90 видов. Все виды очень полезные. Наши предки знали секреты природы и умело использовали целительные свойства растений. Благодаря поклонникам фитотерапии живет и в наши дни. Но все же не надо забывать, что лечиться травами стоит после консультации со специалистами, чтобы ненароком не навредить своему здоровью. Чеховская чайка на чувашской сцене. С премьеры по пьесе русского классика началась неделя спектаклей режиссера народного артиста Советского Союза Валерия Яковлева. Появление нового для классической чайки персонажа дьявола. Это особый режиссерский ход. В каждой постановке Валерия Яковлева новые решения и незабываемые моменты. Все привыкли к красивым классикам. Это хорошие красивые костюмы, красивые декорации. Этого достаточно. Нет. Для того, чтобы взбудоражить, волновать, заставлять задуматься и сопереживать, и думать о своей судьбе, о судьбе своих окружающих, способом театра, способом этого спектакля. В данном случае я говорю, конечно, о чайке Антона Павловича Чехова. Это сложно. В названии спектакля, переведенное на чувашский выражение «Пять пудов любви», так Чехов острил о своей пьесе. В ней развиваются сразу несколько любовных треугольников. Антона Павловича Чехова нельзя играть. Надо жить, существовать в этом образе. Поэтому, наверное, для нашего театра это не совсем легко. Почему хорошие люди так несчастны, нелюбимы и бесприютны? На вечный вопрос ответ ищет режиссер и зритель. Однако, на драматичные моменты смотрят с легким юмором. Где-то местами даже в Пантомима переходящая шутка. Мне очень нравится то, что и Нина, и Треплев, и Тригорин они выдерживают тон такой шутки, шутливый, редко переходя в серьез. За семь дней на сцене драмтеатра покажут и предыдущие работы мастера, который на днях отметил юбилей. Часы с кукушкой, во мне душа пихамбара и другие. Закроется фестиваль драмы в деревне по пьесе классика чувашской литературы Федора Павлова, где занята вся группа театра. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Бахтияр Вилиев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения. Далее вас ждет полезная информация. Не переключайтесь, а я с вами прощаюсь. До завтра. Если вы хотите улучшить свои жилищные условия, не стоит бояться. Советует Станислав Басников, житель города Чебоксары. Первый договор по ипотеке он составил еще в 2010 году. Квартира в микрорайоне Радужный, четвертая по счету, которую он приобретает при помощи Сбербанка. Условия оформления с тех пор значительно изменились. Условия Сбербанка на сегодняшний день очень приемлемы для любого человека. И мне как раз они очень понравились. Есть сниженные процентные ставки. Дальше очень удобный сервис оформления сделки. Деньги вообще живые никуда носить не нужно. Есть безопасная сделка. И даже есть электронная регистрация. Прямо с одного места можно все это делать, сделать никуда, а не ходить абсолютно получается. Быстро, удобно, выгодно. Приобрести квартиру в ипотеку с одобрением Сбербанка можно эконом или премиум класса с выгодным ежемесячным платежом. Все зависит от желания и возможности клиента. С 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по кредитам практически по всем программам на 0,3% пункта. Стабильно остается программа для молодых семей. Когда у вас родился второй и последующий дети, вы можете взять ипотеку под ставку 5%. Кроме того, снизились на 0,6% ставки по рефинансированию кредитов под залог объекта недвижимости. Собственная квартира действительно становится доступнее. Снизился первоначальный взнос по ипотечным кредитам для жителей республики, получающих зарплату на карты Сбербанка. Теперь он составляет всего 10% от стоимости недвижимости. Выгодные условия, индивидуальный подход и качество обслуживания. Отличные поводы приобрести новое жилье и сделать свою жизнь комфортнее уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok